приветствую всех на своем канале в этом видео я буду делать обзор покупки материалов для творчества мне пришла уже посылочка и сейчас я буду ее открывать скрываю посылочку и тут у нас перечень что я приобрела в интернет-магазине арт-шок белые карандаши белый художественный мелок карандаш художественный черный ластик клячка мелкие художественные белые и естественная папка с бумагами для акварели для карандаша то есть и скетч бук альбом для эскизов и это я сейчас вам покажу наконец-то это я себе приобрела очень хотят вот что я купила черных два карандаша один уголь а второй тоже такой черный твердый для художества для рисования и зачем я купила h2 хочу попробовать какой будет интенсивный по цвету то есть чтобы были выразительные рисунки до черными карандашами вот я их буду пробовать естественно покажу сделаю такой тест драйв этих карандашей также белые карандаши и белая ручка для чего я их купила у меня была погоня просто за этим да за белыми карандашами белой ручкой даже купила вот белые мелки чтобы рисовать естественно и протестировать что из них лучше работает в плане того какие чтобы блики делать да допустим когда рисуем глаза либо мы рисуем фрукты овощи и есть такие естественно блики от солнца от света да и я хочу попробовать что из них лучше наносит эти блики то есть будет отдельное видео тыс драйв для чего нужны белые карандаши и белая ручка и что можно с помощью них делать на потому что вот блики очень хорошо дают эффект натуральности более реально реального рисунка обязательно покажу в следующем видео вот по поводу белых карандашей и мелков и буду проводить тест драйв что мне больше понравится из этого всего так естественно я не сдержалась купила также золотую ручку то есть золотая паста у нее обязательно покажу как она пишет рисует что это это резинка ластик клячка естественно можно карандаш стирать обыкновенной резинкой например как это вот например как это обыкновенная резинка стиральная стирательная но резинка кляча клячка резинка клячка она намного лучше и я также смотрела много видео обзоров по поводу этой клячки она просто универсальная и супер-пупер и я естественно как творческая натура который пытается развиваться в этой сфере да в художественной здесь она давно хотела приобрести и вот я ее купила в этом художественном магазине что дальше 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 вот скетч бук наконец-то у меня появился скетч бук это у меня первый скетч бук тут скорее всего 48 листов судя по толщине листы крепкие хорошие шершавые можно делать скетчи карандашом мелком углем наносить эскизы быстро что-то перерисовать какие-то персонажи рисовать да вот что я собственно собираюсь и делать брала я не самый дорогой скорее всего из дешевых что было здесь что-то тут на китайском первый листочек не бумажно он такой вот просвечивается красивый не написано сколько листов но по толщине я подозреваю это или 48 или 56 или 60 листов всяком случае я думаю что мне хватит на какое-то время приятные шершавые листы мне нравится но они такие вот очень нежненькие хорошо вот так вот гнутся тоненько ну как не совсем чтоб тоненький как а4 да для принтера бумага а вот мягенький как-то так мягенькие так что мы можем на этой первой страничке кстати продемонстрирую вам карандаши этот уголь нет вот вот уголь вот уголь и он вот так вот хорошо растирается видите я не помню как называется эта техника написания углем но видела что получается какие вот черно-белые картинки да на малевки получается из угля очень хорошо мне нравится интенсивность черного цвета сейчас я к примеру набросаю что-то да и посмотрим как она допустим видите что черный карандаш по интенсивности цвета то он не такой как уголь такой больше серы вот это к примеру что делать белый тут вот это белый мелок в деревянной такой вот основе вот так вот размешивать видите он размешивает может из этого всего что-то интересное получится делать тени как он с углем работает видите и уголь по тени он больше выразительное здесь если более такой серы мягкие да то тут более такой черно-черно-белые получается так это белый карандаш как писалось на сайте белый карандаш для художников и рисования бликов шестигранный вот он сейчас посмотрим вот так вот выбеливает сейчас ближе вам покажу можно с помощью него выбелить участки то я вам так по быстренькому расскажу покажу так вот так вот он работает с карандашом твердым черным а так работает с углем высветляет и посмотрю как белая гелевая ручка справится с этим всем так белая ручка как-то не знаю надо наверное еще как-то приловчиться как с ней правильно работать потому что белая ручка по карандашу черному и по углю она не рисует и я так понимаю что просто нужно мне еще приловчиться ну и естественно я не не специалист скажу сразу а там художественная школа академия я не заканчивала я самоучка и естественно то что я вижу какие как рису другие художники какими материалами они пользуются естественно естественно я таким образом у них обучаюсь и приобретая себе какие-то новые материалы художественные материалы для творчества я так изучаю их присматриваясь смотрю как это все вместе работает приловчаюсь к этому и уже скажем так могу что-то творить делать естественно перед этим нужно все попробовать проэкспериментировать как она с друг другом пляшет что то что на видео не все секреты рассказываются другими художниками да они просто показывают материалы какими они работают но как и что вот на русскоязычных каналах я не видела а видела на иностранных да то есть это в основном на английском да на испанском на итальянском как бы я видела что вот рисуют белыми карандашами ручками и у них там и белыми фломастерами все здорово получается и как это они делают они там все объясняют но так как я языка не знаю пыталась найти русскоязычный канал хоть какого-нибудь художника который бы рассказал как это все работает но увы я не нашла поэтому я буду пробовать все сама экспериментировать смотреть что как с друг другом пляшет и все что буду я находить да какую-то информацию естественно я буду все пробовать изучать и показывать вам и как оно работает вот еще такие белые мелки сейчас посмотрю как они а вот вот так они ломаются перестаралась можно высветлять вижу так вот как оно смешивает делает светлее переходы мягче вот это зернит зернистость что на бумаге она с помощью мелка убирается и становится такой плавный переход это мелок как он работает с углем сейчас я продемонстрирую продемонстрирую уже довольно таки интересно работает он с углем этот белый мелок я довольна интересно можно вот так вот растирать его придавать тени разное обязательно попробую как она работает вместе с цветными карандашами а вот наверное белая ручка я не знаю я еще к ней приловчусь и как бы в описании на сайте тоже там было написано что нужно уметь не работать а возможно она хорошо на темных на темном картоне на темной бумаге на темной поверхности хорошо будет смотреться тут на белой не очень заметно да и как бы не вижу чтоб она рисовала поверх угля или карандаша либо мелка то есть я еще буду пробовать вот так вот конечно он у меня сломался но это не беда продаются такими наборами тут их раз два три четыре пять шесть штук я просто переусердствовала и поэтому он у меня сломался интересно интересно вот так вот оно называется диконда диконда джаконда я учила немецкий потому извините если я неправильно прочитала название шесть штук очень прикольно мне понравилось но и золотая ручка сейчас посмотрим вот вот а золотую видно ручку на этой бумаге я так понимаю в ней можно хорошо ставить и подписи если что-то рисовать то можно и элементы какие-то золотистым выделить если если хотим получить эффект блика от белой ручки то нужно не елозить несколько раз на одном и том же месте а сразу вот так вот провел и все и отпустил потому что если я начинаю вот так вот елозить то эффекта уже нету оно стирает сейчас попробую вам еще раз показать уже приблизила как могла вот допустим вот тут хочу сделать блик видите вот это вот след от белой ручки а если я начну вот елозить на месте то все несколько штрихов и оно убирается вот один штрих сейчас вытру один штрих видите есть блик а вот если несколько штрихов на одном и том же месте все ничего нету вот так вот и можно приловчиться научиться как правильно наносить как правильно работать с тем или другим предметом материалом для творчества я думаю что потихоньку я с этим справлюсь разберусь и будет у меня получаться все как надо были еще альбомы с черной бумагой но они дороже стоят намного и я решила пока обойтись без них да в дальнейшем я хочу их обязательно купить но пока я обойдусь без них пока у меня есть с чем работать возможно чуть позже я приобрету конечно потому что я думаю что будет очень интересно как раз белая ручка белые карандаши смотреться на черной бумаге так и что еще у меня тут бумага для акварели гуаши пастели и темпера тут 20 листов белоснежная просто бумага хорошая упаковка она толще бумага чем в скетчбуке белее с этой стороны такая шершавенькая а с другой стороны гладенькая что можно выбирать любую для себя сторону и рисовать смотря какой вы эффект хотите если хотите зернистый то выбирайте более шершавую сторону если чтобы был гладкий рисунок то естественно выбирать эту сторону где гладкая бумага я выбирала среднезернистую бумагу и тут 20 листов обязательно буду тоже рисовать но скажу сразу у меня акварели нет но зато у меня есть гуашь гуашевая краска французский производитель и естественно я вам обязательно покажу как на этой бумаге и как и что я буду на этой бумаге рисовать сантиметр двадцать один на двадцать девять это размеры это как А4 так вот я решила попробовать на картоне белую и золотистую ручку вот еще раз вам покажу что на картонке очень даже симпатично на таком цвете вот ручка все рисует замечательно она легко очень рисует на этой поверхности все отлично если сразу нарисовать белой ручкой и вот так вот сделать то естественно она исчезнет нужно пару секунд подождать чтобы ручка высохла тогда она остается на месте очень выраженный пингмент у золотистой ручки прямо так хорошо видно великолепно просто я еще тренируюсь какая мне подпись будет так вот что у нас с карандашами вот белый карандаш а вот белый милок видите по интенсивности он лучше белый цвет лучше но карандаш белый не стирается а милок он практически стирается он размазывается особенно по этой картонке его можно просто вытереть вообще что у нас с черным карандашом так тут надо главное не путать где у меня уголь да где черный карандаш красивенькие оформление красивое вот вот это уголь это черный карандаш ну по интенсивности вы тоже видите что вот этот черный он как серый а уголь прямо черный черный вообще замечательно опять таки черный не стирается а уголь видите он размазывается то есть ним хорошо кстати вот делать тени всякие размазывать это все теперь мне нужно кстати найти информацию чем закреплять и как закреплять все это на бумаге чтобы оно сохранялось долго рисунки написанные карандашами углями мелками это я тоже буду искать находить и показывать рассказывать вам вот тоже не все об этом рассказывают так а мне надо это знать обязательно вот мои все приобретения в этом магазине художественном я всегда все покупаю через интернет в художественных специализированных магазинах многие из вас уже знают почему да и я очень довольна покупкой вся эта покупка мне на сегодня стоила 271 гривну в рублях в долларах переводите сами по курсу покупка я довольна обязательно в отдельном видео я подробно покажу и покажу сам процесс нарисования и как работают белые ручка белые мелки карандаши и естественно черные да как они работают с поверхностью лежат на поверхности обязательно покажу по поводу либо это будет совместный видео с этими карандашами либо отдельной идеал про вот эту резинку потому что он действительно достойно этого для того чтобы Про нее снять отдельный сюжет, как с ней можно работать, насколько она эффективна, как с ней легко и просто работать, и что она вообще может вытворять вообще, скажем так, в творчестве. Мелкие мне эти нравятся, естественно, я тоже с ними буду работать. Если вам понравилось это видео, было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В ближайшем будущем, я думаю, много появится видео на моем канале разных рисунков, это и портреты, и живопись, и разные скетчи, анимашки, животные, птички, бабочки, в общем, яблочки. Все, что смогу, все буду обязательно рисовать, пробовать, рассказывать, вам показывать и подробные обучающие видео. Так что оставайтесь со мной, будем обучаться и рисовать вместе, творить красоту. До новых встреч, пока-пока!